всем привет друзья итак продолжаем играть в world of warcraft давно два дня практически не было серий все дело в том что не знаю почему то когда я начинаю играть вовку я всегда забываю включить свой микрофон так что у нас опять очередная серия которую я озвучиваю постфактум вот так вот сейчас я там что-то говорю говорю и поэтому я тут стою кручу камера и так далее но в итоге мы сейчас пойдем брать задание вот найдите в приозерской таверне джона джей кишама и мы не туда сейчас идем но я сразу не туда пошел в игре идем назад нам нужно в таверну этакий герой который с орками во время какой-то там войны боролся ты когда-нибудь слышал о джоне кишами апостол я был его военачальником во всех великих войнах и могу побиться об заклад что на свете нет такого воина который убил бы больше орков чем джон если кто и сможет остановить орчье нашествие то только джон джей кишин мы должны вернуть его или вся эта огромная армия черной горы пройдет здесь прямиком элвин оставив от при озере лишь кучу камней и пепла мне говорили что он дрался в подпольном бойцовском клубе приозерской таверне найдите его и расскажите ему все что знаешь расскажи ему так читать мне тоже нелегко потому что в программе практически не видно буков нельзя так сказать на весь экран картинку открыть находясь в программе в которой я озвучиваю серию ну да ладно думаю как-нибудь справимся серия будет длинная тут склею и склею сразу две серии так как я думал записать две серии и в итоге обе серии были записаны без озвучки так что серия выйдет это сейчас скажу насколько а не могу пока койдет записи но я могу ее остановить 47 минут 10 секунд а вот и джон джей кишкиван кишан дерется с кем-то помочь тебе помочь этим вот да они скорее плюнули бы в меня чем улыбнулись бы он не хочет помогать это они просили меня сражаться на этих войнах а я никого не просил я сделал все что мог чтобы победить а потом меня похитили эти грязные орки эти ничтожные пожиратели фекалий и пять лет они всячески измывались надо мной наконец мне удалось сбежать и добраться до родного города и что же я встретил там люди плевали в меня гнали меня называли убийцы маленьких арчонков и всячески поносили странно странно как-то да согласен почему его люди называли так нет не стану я тебя тебе помогать иди назад к своему тротману и скажи ему что это не моя вне моя война почему люди называли его убийцы маленьких арчонков он что и вправду их убивал иначе откуда такие мысли у людей детишек непонятно непонятно ладно пойдем скажем этому тротману что он не хочет нам помогать битве с орками добрый день полковник тротман вздыхает нет апостол я от него такого так просто не отстану и не отступлюсь и от красногория тоже нужно как-то ободрить его нужно разбудить в нем спящего зверя ты готов на все чтобы спасти свое королевство нет не готов на все не готов то о чем я собираюсь попросить тебя будет нелегко выполнить апостол кишан оставил в той орчий тюрьме все что у него было не только свою душу и волю к жизни если мы хотим чтобы джонни достойно сражался на войне нужно вернуть его ценные вещи у орков остался лук кишана и его нож для выживания ступай на лесопилку альтера к востоку отсюда и найди там двух орков лейтенантов их зовут мурдук и хамурк вещи кишана у них отбери все у мурдук и хамурка я буду держать связь по гнм передачи и еще одно задание поиски компании браво для того чтобы вы с кишаном могли защитить при озере нужно найти его старых боевых товарищей их зовут мисс нер и йоргенсен кракауэр и данфорд последнее что я слышал о них будто их похитили орки из клана черной горы не знаю где они теперь и живы ли вообще но я был бы полнейшим ослом если бы не попросил тебя поискать их поискать мисс нера йоргенсена кракауэра и данфорда как будто мы сейчас будем собирать команду а такое ощущение это да это я все еще читаю вот я думал что записываю и вот я все еще читаю к востоку есть лесопилка альтера поищи там вдруг что-то найдешь найдется в честь да хорошо что хорошо что переозвучить пришлось потому что там как-то что-то начал серьезно так долбиться в этом тексте завис на нем прям прям таки все это бывает со мной еще два задания оба задания мы возьмем пожалуй прокачаемся кстати круто горе нет это как-то красногория не самая главная локация в нашем прохождении я недавно освежил так сказать так читаем на севере на север отправляешься может может повоюешь там немного с этими зверями из клан черной горы апостол просто убивая любые хорков из клан черной горы какие встретятся тебе и на лесопилке альтера или в лагере рэнда убивая их до тех пор пока твоя кожа не покрою не пока не покраснеет от их крови тогда возвращайся ко мне за честной наградой может вторжение мы так и не остановим но планы им немного подпро подпортим это уж точно береги себя окей будем убивать здорово о мой спаситель мне сказали что ты придешь и спасешь всех все при озере а заодно и мой мост да слишком много в него вложено трудов чтобы вот так взять и позволить армии орков мародеров разнести его в щепки послушай если ты вдруг пойдешь к северу в направлении лагеря рэнда то не сделаешь ли милости не украдешь ли у тамошних следопытов из клана черной горы несколько подзорных труб они весьма кстати придутся для моего нового геодезического оборудования до украду без проблем дружище так и сейчас и сейчас мы пойдем вот туда куда я смотрю я даже забыл о чем я там говорил до того как начал читать квест по поводу нашего плана прохождения вы же знаете ну некоторые из вас конечно не знают потому что смотрят середины много комментариев наблюдаю интересных таких люди пишут о том что я уже как бы делал в свое время вот сейчас меня кстати ганкнут здесь я забыл что играю на пвп сервере но хотя даже если знал что играю на пвп сервере скорее всего меня бы но я хотя бы в стелсе бы шел чтобы меня не заметили я даже не врублюсь что что происходит я подумаю что там оба какие-то напали вот я был очень удивлен из меня не очень хороший актер так что вот вот я думаю что это такое что это замок такой тут бегает что происходит 19 левела кстати чувак не принял в принципе его можно убить ну короче я тут реально не понял чем не делать я с ганкерами воевал в последний раз только в линейке вот и сам там был ганкером но то линейка в линейке вся суть именно пвп составляющая а здесь это вовка здесь пве какого хрена тебе лучше ну реально здесь же не интересно наверное ганкать народ здесь мало людей ходит таких как я да кстати за все время этой серии это где-то сколько там говорил уже забыл ну почти 50 минут до этот чувак убьет только меня одного дважды ну включая вот то что уже произошло то что он меня убил он убьет меня еще раз это вот реально как можно стоять целый час в игре и ждать жертву это же бред ну ладно забыли про этого интересного человека давайте вот если я отсюда выберусь я нагажу тебе на голову кишан джонни живой помогу как пить дать помогу но сперва тебе надо будет вытащить меня из этой проклятую щей клетки ключ от этой клетки лежит в мешочке над логовом воргов загвоздка в том что мешочек привязан на верхушке дерево окруженного стаи кровожадных воргов-людоедов у нас сейчас будут проблемы с этим квестом точнее у меня были проблемы с этим квестом у тебя есть всего одна попытка чтобы достать это вот ключ не разбудив при этом ни одну зверюгу надо пойти в логово воргов и пробраться прямо в его центр потом ступай очень осторожно да не попадайся на глаза смотрителю воргов клана черной горы достань ключ и возвращайся ко мане меснор меснор я бы не советовал брать с собой питомцев если они у тебя есть да это для охотников сказано ну вон ворги спят я первый раз криво прочитал это задание половина вылетела у меня из головы я щас буду тупить и думать чем это нужно сделать конкретно вот но самая большая проблема что я буду искать то самое дерево на верхушке которого ключ или что там до ключ вроде как а дерево то нет там пенек там пенек а вот они спят и где же дерево где же это дерево и сейчас тупану нападу на вот эту вот дуру на волки и меня сожрут все короче за эту серию я умер три раза в квесте было четко сказано не попадаться на глаза к этой интересной личности на волке а я взял и попался ну придется возвращаться пешим ходом как всегда можем что-нибудь интересное пока обсудить я вот посмотрел презентацию tesla модель 3 очень интересный этот человек по имени илон маск и spacex он организовал и электромобили продает причем довольно дешевые в сравнении с другими такими же на дизеле вот и завод строит литиевых батарей самой крупной в мире вообще шикарный человек воскрешаемся так немного подлагивает почему-то у меня в этой программке дурацкий найдите ключ от вот я решил перечитать задание думаю где какое дерево то чем я не вижу никакого дерева в центре в центре лагеря написано да вот вот всем бы миллиардером быть как илон маск да всем человек в реальные дела вкладывать свои деньги они футбольные клубы покупает или что-то в этом роде где центр не понимаю я зашел в какую-то хрень меня приморозило так ну я все туплю и туплю не понимаю где где это дерево некоторое время постоим почитаем единственное что я не согласен с элоном маском это его желание лететь на марс вот ну раз уж я озвучиваю серию серию и не знаю что мне говорить буду говорить о том что сейчас на у меня у меня на уме творится так наверное пенек вот это это верхушка дерево отличная верхушка дерево я просто восторге вот я не согласен что илон маск хочет на марс лететь в первую очередь сначала надо на луну на луне есть ресурс и она ближе месна нашел ключ ну держите меня семеро держу друг только я один я не удержу тебя друг но покусаю могу покусать понятия не имею где искать кракаура и данфорда а вот и йоргенсона держали в лагере ренда это к северо-западу отсюда мы с ним сидели в одном в одной клетке по полной нечистот но потом меня перетащили на лесопилку альтера понятно чтобы выпустить его нужен будет ключ а он находится в цепких лапах одного одной ведьмы она холодная что твой камень а зовут ее у троха хранящие ключи ключ от клетки йоргенсона она не отдаст так что придется убить ее она ошивается в долине ведущей в пылающей степи это на севере отсюда да заберем пошли приятеля жаль уместно ранее остался сейчас будет мешать нам играть у нас правда еще парочка заданий лук надо забрать еще что-то и нож для выживания кишана и сейчас я опять буду тупить или нет не буду или буду да вот я ищу где здесь ключ я на карте смотрю на мини карте что в круге этом где-то нам просто нужно убить тех двух орков которые там стоят и забрать ключ опять же вот так я читаю задание друзья прочитал задание сказали что убить двух орков а я стою и верчусь что-то на одном месте невнимательный совсем рассеянным становлюсь потихоньку вот сейчас опять буду читать то что уже читал да сдохните он что-то еще говорит я в чате тоже читаю но это вы уже сами прочитать я не могу в такие маленькие буковки смотреть то он ты уничтожил уничтожил мурдунка и хамурка до уничтожил гнм передатчики сдает статические разряды прием апостол как слышишь меня тротман на линии ты молодец что достал вещи кишана осталось выполнить только одно задание ты как готов всегда готов одних вещей будет мало апостол он должен всем своим сердцем быть с нами на поле боя для этого надо вернуть ему предметы которые много для него значат оркин из клана черной горы из лагеря аренда который на севере украли кишана два таких предмета проберись в тот лагерь и поищу у них в руках головную повязку кишана и нефритовый амулет подаренный ему женой жену его кстати жестоко убили орки из клана черной горы во время своего нашествия такие дела а кто эти орки из черной горы интересно они они из орды или они сами по себе интересно но бывает такое что в играх подобных играх есть какие-то альтернативные группировки не относящиеся какой-то определенной политической силе вот так они сами по себе или они все-таки за орду эти эти черногоры хочется знать я к тому убивают ли ордынцы невинных женщин и детей надо убить еще двадцать пять орков но мы уже 11 11 убили осталось 9 ой каких 9 14 так что мы нас побегаем еще здесь сначала нужно выбрать цель ну и считайте что он там говорит нас товарищ в чате или у него над головой потому что мне совсем неудобно мне нужно цель а черная гора ну я договорил или нет по моему нет черного где мы находим красногория вот красногория не обязательно к прохождению по нашему по нашему плану скажем так да вот наша главная задача это пройти тот данж не помню как называется но я говорил в предыдущих сериях вот и также темнолесье вот пройти а красногория само по себе опционально опционально но мы пройдем так как нам придется в соло покорять этот данж вот поэтому нужно прокачать левел и квесты здесь интересные как мне кажется 16 еще 9 орков они респятся не очень быстро но я читаю что там пишет наш приятель новый друг стараюсь по крайней мере прочитать но мама за геш локан локант локант пул орчи язык такой смешной сверху заong норм блин да теперь все орки привет слишком далеко еще четыре еще троих ну это наверное самый нудный квест который мы встретили и по моему развитие какого-то сюжета в этом квесте не будет нам просто нас просто просили убить 25 орков не люблю такие квесты если бы как-то помечали знаете ли мол вот этот квест лучше не трогай потому что это просто гринд гринд мобов я бегаю кстати мимо этих двух орков думаешь думая что за что они не засчитываются вот но они засчитываются но тогда я этого не понял когда играл поэтому бегаю еще обычных орков жду пока они отрезаются ну а наконец-то завершаем все можно возвращаться уходим стелс чтобы нас не поймали ну блин а зачем ну зачем вот из-за этого меня сейчас опять убьют опять ганкнут вот стелс не откатится я я решил что смогу вот так вот на скорости пробежать без стелса и сейчас мне опять надерут жопу да это было очевидно ну разве это честно хотя смотри я я ему какой-то урон даже нанес я умер в этот раз я хоть что-то там нанес не знаю правда как видимо мой товарищ мне помог все валим блин он выбил меня и стелс маршал рад встречи ты выиграл нам еще день а то едва спасибо тебе апостол да пожалуйста славит тебе с ним мне не жалко сейчас апнем двадцать четвертый уровень до двадцать четвертый сейчас мазда так дальше по заданию нужно опять пилить а вот и тут я решил что завершу серию вот но так как так как на обе серии я не озвучил я их сейчас склеиваю вот сейчас будет небольшой такой переходе к неожиданной я там что-то стою говорю бла-бла-бла пора прощаться пойти или все-таки попрощаться не попрощаемся вот я бегу куда-то назад не понимаю куда что-то бегаю туда-сюда и вот мы теперь бежим по заданию но для начала нет не по заданию мы идем открывать полетчика когда я прибыл в эту локацию я почему-то забыл это сделать мало ли нам придется сюда вернуться когда нибудь что меня интересует так это почему нас отправили из блин забыл назвать забыл забыл название локации в которые мы были до этого блин как им называлась но там где мы выполняли квест про убитых хмуробров и аля навальную которая собирает митинги на площадях какие там темная личность дочь бывшего лидера брата справедливости не важно короче я думал что у нас отправят в данж по заданию должны были отправить еще отправят вот мне интересно когда это случится когда когда нас отправят разбираться с этой навальный ну а чё согласитесь они похожи чем-то оба возглавляют братство справедливости так на троечку подзорная труба черной горы нужно убивать вот этих вот это орки это орки мне показалось тролли сидит на коленях не может достать но при этом спокойно убивает больше не унесу а вот это уже плохо был же был же в городке надо было продаться еще трех астрономов надо убить хватит смотреть на звезды дружище или в окно соседки напротив куда они там смотрели через свою подзорную трубу опять что-то говорит наш напарник читаем друзья в чатике а мы еще не апнули лава странно я уже думал все здесь видимо некий переход от локации альянса к локациям орды мне так кажется да или я не прав почему здесь так много орков и еще ордынцы шашлык та эльфийка которая убивала меня сегодня или убивал эльфийка которая убивал меня скорее всего так и было я тоже люблю за женских персонажей иногда поиграть некуда класть особенно если можно слепить красивую так сказать по собственным фантазиям барышню хэхэхэхэх приятно что здесь так что да если меня смотрят девушки вот вот вам как называется это правильно сказать лайфхак что ли к мужчинам замочек персонажи женского пола которых мужчины создают в играх это отражение их как это называть каких-то знаете ли сексуальных фантазий но вряд ли меня смотрят девушки скорее меня смотрят дети которым это совсем не интересно то еще не говорю так что можно так сказать заглянуть в душу мужика глядя на то как какими персонажами он играет да такие дела хотя вовке не такой уж не так уж много пространства для творчества здесь нельзя кастомизировать персонажа как в каком-нибудь black desert который я кстати не играю мне не понравился black desert во-первых сок слишком по-корейски во-вторых лагала охренеть как сильно так я не могу поговорить с этим чуваком но он оказывается торговец местор ох как же я рад видеть тебя друг вытащи меня отсюда я знаю где они держат как каура и данфорд пошли скорее то они собирались принести в жертву пошли почему каждый раз когда начинают диалог на нас кто-то нападает пока мы тут тут говорим как каура от от волокут на плаху орки привезли знахаря из племени грубаши чтобы тот совершил над кракауром какой-то темный ритуал надо убить этого тролля надо сделаем пойдемте он вон там в пещере на первой развилке надо свернуть направо так нас теперь 2 нас теперь трое ага я и два голых мужика мне не нравится такая ситуация почему они не собрали команду женщин так бы было круче я и двигал их никуда интереснее было бы так направо говоришь здесь налево и пока идем налево 5 что-то говорит я слышу я слышал что трал покинул орду это правда следопыт из клана черной горы говорит к но это уже ерунда что-то он говорит следопыт дал покинул орду поняли и оставил за себя гороши вот дурачок куда он пошел интересно вот если бы трал не ушел тот терамор возможно остался бы цел и тогда нынче психованная джайна праудмур по-прежнему была бы пацифисткой ксенофилки вот теперь ничего не поделай во всем трал виноват поняли вот так вот как надо делать выводы учитесь что где я что случилось месснер йоргенсен да чтоб я сдох надо скорее бежать из дан фортом за дан фортом может уже поздно но побежали вставай дружище так дан форта пытают на другой стороне пещеры подумать страшно что теперь с ним стал да блин а я же помню что это случилось что он напал почему почему и я не подождал этого момента чтобы прочитать следующий раз да да форта пытают потому страшно что с ним стало нужно скорее пойти туда и спасти его спасем дан форта удерживает рычаг ключ от которого у властителя барбарей барбария а нам надо держаться вместе вместе и убить его потом возьмем ключ и поможем там форту спасти спуститься а потом все вместе убежим а потом все вместе нажрёмся в таверне а потом подеремся а потом найдем себе женщин поженимся а потом заведем детей и потом потом состаримся и потом умрем как-то грустно получилось эх гул лакан гул они гулдана зовут или что почему они все время гул 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 причем они чернокнижники прям как гулдан может реально с гулдана отлично спасаем последнего да блин убери свои ноги выплывай что ты там стал совсем нормально друг вы только посмотрите вся команда в сборе одного кишана не хватает кишан кишан забулдыга не хочет драться во время живые появились у меня уже руки что-то там я уже не знаю кто ты приятель но ты честно заслужил всячески всячески почет и восхищение команды браво ты сумел спасти наши шкуры по пути еще и уложить кучу орков теперь мы должны отблагодарить тебя вернись в при озере и доложим обо всем полковнику тротман а мы найдем джонни и лично сообщим ему хорошие новости теперь когда команда браво снова в сборе этим оркам ничего не поможет на кого это пародия объясните мне я знаю что близзарды часто берут из каких-то реальных ситуаций каких-то реальных героев и переначивают их на свой лад вот например тот же как его блин все время долблюсь на имена и как хочу сказать не могу вспомнить блин ладно пофигу следующей серии в обязательно упомяну что я хотел сказать если сейчас не вспомню а пока идем сдавать задание как дела черт не могу вспомнить нашел подзорные трубы до нашел держи ты молочи на апостол они очень пригодятся для нашего следующего проекта для при озерского сверх моста длиной во все озеро безмолвие лет 20 на его постройку уйдет ну плюс-минус еще пара десятилетий до встречи мосты какие-то строят я вот вчера смотрел к китайскую стену строили десятки а то и сотни тысяч китайцев обычных положили на строительство моста все из-за какой-то там угрозы нашествие с севера пипец чем могу быть полезен ты готов на все чтобы спасти свое королевство нашел повязку и амулет нашел повязку и амулет да нашел надеюсь что эти вещи и вся его команда которая счастливо спаслась поднимут ему настроение нам не выиграть эту битву без кишана да без кишана ничего не сделать полковник тротман отдает честь поверить не могу апостол ты сумел бы спасти от орков черной горы команду браво в полном составе значит товарищи кишама спасены его вещи мы ему тоже вернули нет теперь уж он нам точно не откажет да не откажет возьми вот эти вещи кишана и иди обратно в подвал приозерский таверны команда браво уже там они говорят с кишамом напомни ему о том кто первым пролил кровь апостол кишам очень нужен и приозере и всему альянс вольно солдат и тебе вольно ну пойдемте поговорим с кишамом блин все пытаюсь вспомнить до того как серия закончится одного героя гнома гном путешественник блин как его блин блин как я могу мог забыть это имя это же просто 6 она связана с реальным именем из реального мира ладно плевать данфорд местно как кауэр йоргенсен все собрались опять ты да я а ты какого хрена разделся сам вперед у вас сверток мой лук и нож где ты амулет джейн мой дорогой джейн моей дорогой джейн кишам берет свою красную повязку главную повязку пора бить орков так легко убедили для того чтобы справиться с тобой и командой браво апостол этим оркам из черной горы понадобится целая армия не меньше когда будешь готов приходить к нам в док озеро безмолвия и мы отправимся на лодке в лагере на другой стороне озера да зачем лучше ты сам ты же герой ну до встречи апостол ну и тебе до встречи тоже и исчезли вот такие дела ладненько ладненько все в принципе завершаем эту серию потихонечку ну что ж надеюсь вам понравилось все же даже с учетом того что я озвучиваю серию после ее записи надеюсь я немного болтал потому что когда происходят такие озвучки я все время мне не хватает действия так сказать и я болтаю без перерыва но надеюсь это вам не помешало ладно друзья в общем ставьте лайки подписывайтесь комментируйте и увидимся в следующих сериях всем пока